Слава Богу, братья и сестры! Сегодня братья приезжали к нам, проповедовали на такую тему. Там брат говорил, что из Иеремии 7 главы зачитывал о храме Господнем, как люди говорили, надеялись на храм Господень. Меня эта тема тоже так цепляла, и хотел немножко поделиться тоже. Там люди говорили храм Господень, храм Господень, и их исповедание было о том, что когда царь Вавилонский стоял у ворот города, они надеялись на этот храм, потому что в законе, в Слове Божьем было написано, что не войдет нечистый в храм. И они надеялись, что благодаря этому храму они все будут живы, и город будет стоять на месте, и пророк Иеремия обманщик, потому что написано, что в храм не войдет нечистый. Но они не учли тот факт, что Бог говорил об этом, когда слава Божья будет в этом храме. А славы Божьей уже не было в этом храме. И они упустили тот момент, когда она отошла. И потом, когда уже царь Вавилонский зашел, когда он смог вынести все эти сосуды, которые там были в этом храме, все золото, весь этот храм он сжег до основания. И тогда у людей рухнуло вот это понимание, и они поняли то, что, наверное, все-таки нужно было слушать Иеремию, нужно было слушать голос Божий, который звучал им, и который говорил им то, что им нужно лично самим ощущать это присутствие, это общение с Господом. И я еще прочитаю из Исаии, с 16 стиха и ниже. «Приступите ко мне, слушайте это. И я сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь Искупитель Твой, Святой Израилев. Я Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти. И если бы Ты внимал заповедям Моим, тогда мир Твой был бы, как река, и правда Твоя, как волны морские. И семя Твое было бы, как песок, и происходящее исчезло Твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя Его предо Мною. Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова, и не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Я так и рассуждал об этих отношениях с Богом. Такая тема интересная, отношения. И во всех сферах нашей жизни очень много что решают отношения с кем-либо. В семье, с женой, с детьми. Вот у меня, к примеру, с моим отцом такие отношения были. У нас все было с ним вроде как и хорошо, но из-за того, что он много и тяжело работал, чтобы нас прокормить, мы с ним не так, чтобы часто виделись. И он, чтобы свое какое-то такое отцовское понимание, как что делать, руками работать, он всегда выдавал на моего старшего брата. А я как бы такой мелкий на его фоне был. И он всегда говорит, а все, иди там потом подрастешь сам, поймешь там все. И так вышло, что я вроде вырос, вырос, и он мне так ничему не научил тогда. И я уже сам по себе учился, как получалось. И вот мне вот этого постоянно не хватало. У него было такое, можно сказать, упущение, не в укор ему. Но вот недостаточно уделил в этом внимание. С другой стороны, мне неинтересно было, что он там обеспечивает нас, что там надо много трудиться, и не всегда есть время на меня. Вот мне хотелось этих отношений с ним. Или вот у нас есть отношения на работе, тоже очень много значит для многих. Особенно у людей, у которых может быть кто-то индивидуальный предприниматель, или где-то работает, и нужны какие-то отношения с другими клиентами. И там тоже нужны такие хорошие отношения. Иногда может быть все, что нужно, но вот человек не хочет работать с тобой, потому что отношения не очень. И вот у меня были такие, встречались люди, вот я им говорю, вот у нас есть все. А он говорит, вот у меня там отношения плохие были с предыдущим вашим товарищем. Вот мне почему-то вот осадок стоит, и не хочу больше работать. И я давай стараться с ним налаживать отношения друг с другом, и человек постепенно уже теплеет. И аналогично наши отношения с Богом, они должны расти, они должны крепчать. И как Иеремия, имеющая отношения с Господом, он в этот момент, когда как бы стоял враг у дверей его города, и, казалось бы, какая-то непонятная ситуация в стране. Вот, возможно, как наши братья и сестры сейчас в нашей соседней стране это переживают. И похожая ситуация, что кому-то нужно было остаться, чтобы дальше сеять Слово Божье, дальше хранить эту истину. Какой-то остаток остался, а какой-то остаток пошел в Вавилон, чтобы и там Бог их благословлял. Тех, кто пошел, тех, кто прислушался голосу Божьему, там их Бог благословлял. Там Он открыл им глаза на их состояние. Кто-то начал меняться, кто-то начал понимать работу Божью, а кто-то так и остался в неведении, он не понимал. Он принял эту ситуацию как обычную жизненную, можно сказать, несправедливость. Вот человек пришел, все разрушил, нас выгнал, и нехороший человек. Но вот Божий человек, который имеет отношение с Господом, он всегда видит в этом работу Божию. Как мы читаем про Вавилонского царя, Ассирийского царя, о которых Бог говорит, Он на них говорит, это мой раб, я пошлю раба своего. И пускай это сосуд не в чести, который творил много чего плохого, зла принес на землю израильскую и на другие земли. Но вот Бог употреблял этого человека, чтобы производить свою работу. Для других он был плохим, но это был сосуд Божий. Он пусть сосудом гнева был, но он был сосудом Божиим. Бог его употреблял, и Иеремия это видел, потому что он имел общение с ним. Это видели Божьи люди, которые имели общение с Господом. Но другие видели в нем лишь только врага, и то, что вот такая ситуация, и надо как-то укреплять оборону, позицию, и надеяться, что храм спасет, то, что нечисто не войдет. И я бы хотел вот эту тему нам осветить, то, что нам необходимо, это и личное общение с Господом, и подтверждение Духа Святого на наших собраниях, на наших личных каких-то молитвах, на наших личных общениях, когда мы с Господом хотим лично вот наедине пообщаться, подтверждение того, что Господь с нами, это всегда Дух Святой, это Его действия в различных образах. Это иногда может быть какие-то и переживания, это иногда может и Слово касаться нашего сердца, и мы можем не наблюдать каких-то громких молитв, но достаточно пастору выйти и сказать какое-то Слово, и оно так оживает для тебя, как будто бы пастор всю неделю готовился только ради тебя одного, и оно тебе так говорит. И вот это действие Духа Святого, и это подтверждение того, что в нашей жизни имеется отношение с Господом, когда мы их наблюдаем, когда мы их видим, когда Господь в нашей жизни говорит, когда Он производит свою работу, и как Бог в Слове Своем написал то, что кого Он любит, того Он и наказывает, кого Он любит, с тем Он и производит работу свою. У нас могут возникать какие-то трудности в жизни, какая-то Божья работа происходит, не всегда нам понятная, и это лишь только повод поблагодарить Господа за Его работу в нашей жизни. И много ситуаций у нас, у меня случалось, и порой задаешься вопросом, кажется, как будто самый неудачливый человек. Вот вроде бы как все должно было наладиться, вроде как год обещал быть спокойным, но вот что-то пошло не в ту сторону, и вот надо переживать какую-то тесноту, трудности на своем уровне. И потом понимаешь, когда это время проходит, все люди, которые казались тебе нехорошими, это были рабы Божии. И все ситуации, которые казались тебе нехорошими, они привели только к самому лучшему. И я бы хотел, чтобы мы всегда держали в своем сердце эту мысль, то, что когда у нас есть с Богом отношение наша жизнь, она по нашему плану может и не пойти, но по Божьему плану она всегда идет, она у него под контролем. И если какие-то, может быть, ситуации у нас и получаются криво, видимо, стоит задуматься о своем состоянии, может быть, Господь хочет поправить. Я помню множество случаев, когда где-то начинаешь уже, можно сказать, халтурить, то Бог начинает тебя поправлять. Где-то через болезнь, где-то начинаешь что-то на работе не получаться в доме, ты видишь, что где-то мира нет, и ты понимаешь то, что где-то ты уже начинаешь терять отношения с Господом. Когда ты начинаешь больше с Богом иметь общение, укреплять эти отношения, то, и как мы прочитали то, что и в пустыне они не жаждут. В пустыне не исключены в нашей жизни. Они будут, нам нужно будет идти. То есть, как многие делают сравнение, то, что вот как кардиограмма или как зебра, то черная полоса, то белая, в нашей жизни должно быть и то, и другое. И во всяких ситуациях с Господом нам будет хорошо, нам будет приятно идти с Ним, мы будем понимать Его путь. Он всегда предупреждает, как здесь описывалось в этой главе Исаии, Он говорит то, что о любой такой ситуации я предупреждаю. Любой пустыне, когда я тебя ввожу в эту пустыню, я предупреждаю заранее об этом. И ты идешь, и мы здесь считаем в 21 стихе то, что и не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь. Пусть нас Бог благословит, чтобы нам иметь это крепкое отношение с Господом. Тогда у нас и отношения с людьми будут хорошие. Тогда у нас и во всем жизнь будет идти, как нужно. Мы будем видеть то, что Господь руководит нашей жизнью. Мы не будем надеяться на свои силы какие-то. Бог будет вести нашу жизнь. И тогда мы будем видеть путь Божий. Тогда, может быть, придет какой-то царь Вавилонский в нашу жизнь. В любом образе. Это может быть ситуация на работе. Может быть, что-то в семье или со здоровьем. И мы будем видеть в этом работу Божию. Всегда приятно, когда ты какую-то ситуацию переживаешь. Может быть, это период какой-то длинный. И когда ты знаешь, что тебя Господь ведет. Это вдвойне приятно. Иногда вспоминаешь эти периоды, когда они проходили. И не вспоминаешь их, как будто бы они были плохие. На тот момент тебе казалось, что хуже уже некуда. Потом вспоминаешь то, что это вообще прекраснейший период в твоей жизни. Когда нам было иногда весело. Может быть, где-то мы отдыхали. Мы не всегда эти эмоции запоминаем. Но то пережитое с Господом, когда Он нас вел. Когда Он нас где-то поддерживал, укреплял, вводил в пустыню. И там же нам иссякал источник и воды. Мы эти моменты помним. Мы их ценим. Они нас взращивают. И мы остаемся благодарными Господу за этот пройденный путь. Я поэтому хотел бы обратить наше внимание, чтобы нам еще более тесно идти с Господом по нашему жизненному пути. Всегда обращать внимание на то, чтобы наша жизнь христианская, она подтверждалась действием Духа Святого в нашей жизни. Они многообразные. Но чтобы всегда мы видели сопровождение Духа Святого в своей жизни. Чтобы она не была сухая. Чтобы мы сюда не приходили праздно. Но чтобы Господь с Духом Святым подтверждал наше хождение перед Ним и свое присутствие в нашей жизни и на этом месте. Пусть нас Бог благословит. Давайте еще Его поищем. Понуждаемся в Нем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok